МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационно-аналитическую программу. Время говорить итоги недели. Основные темы. Уходящие семидневки. События, комментарии. Все это в течение следующих 25 минут. Коротко о главном сегодня. Ребенка спасло чудо. В Рязани опять ЧП, связанное с падением снега с крыши. На этот раз на детскую коляску. Турлатовский треугольник. Поселок вновь может стать заложником владельцев полигона ядовитых отходов. Строительство или беспредел. В Рязани продолжается весеннее обострение в отношениях застройщиков и вкладчиков. А теперь подробности этих и других событий. Вначале о чрезвычайном происшествии, которое произошло в четверг на улице Семашка с крыши двухэтажного дома, упала снежная глыба и прямо на детскую коляску с двухмесячным малышом. На Семашка выезжала Елена Ложакова. Сейчас маленький Лёва, как ни в чем не бывало, сидит на руках у своей мамы. Он еще слишком мал для того, чтобы запомнить страшные мгновения, которые ему пришлось пережить в этот четверг. Зато его мама Екатерина Платонова, наверное, уже никогда не сможет о них забыть. Сына спас ангел-хранитель, говорит она. Ведь последствия произошедшего ничтожны по сравнению с тем, что могло случиться. Мы сняли у него телесные повреждения, у него повреждены губы. С этой стороны у него здесь опухлость, синяк. И что-то, наверное, со зрением сейчас поедем к Укулии, чтобы проверять глазное дно, потому что глазки у него что-то не очень хорошо. Ребенка и правда буквально спасло чудо. Пока мама с папой отошли в магазин, бабушка с подружкой хлопотали у подъезда вокруг чада. Укладывали его в коляску и раскрывали над ней капюшон, чтобы спасти малыша от непогоды. Далее произошло то, чего они никак не ожидали. Огромная глыба упала с крыши прямо на козырек детской коляски. Именно он и принял на себя основной удар. По словам соседей, Лёва вылетела с коляски, как пробка от шампанского, и упал на лед. Они вышли из подъезда, натянули вот этот капюшон, им осталось садить на ноги, на коляску. И в этот момент, когда она стала одевать вот так вот руками, съехала вот эта глыба, которую завесили работники прокуратуры, 22 килограмма. Но это надо было видеть. Ей обрезал вот здесь все руки, следы остались. Во время съемок сюжета мы выяснили еще одну подробность. Оказывается, у жильцов 48-го дома, расположенного на улице Семашка, конфликт с управляющей компанией ГУ ЖК-18+, длится уже не один год, и претензий к ней набралась уже толстая подшивка. Ну и дальше мы предлагали установить козырек, который будет защищать от снежных лавин, которые угрожают не только здоровью, но и жизни людей. Письмо от 2011 года. Да. Зато в семью Платоновых очень оперативно и сразу же после ЧП начали поступать различного рода предложения от директора управляющей компании господина Довтяна. Суть которых, правда, сводится к одному – замять дело и не доводить его до суда. Лично сегодня он нам звонил, просил к нему прийти в гости, так скажем, на чай, кофе, обсудить за круглым столом, то есть не доводить это дело все до суда. Вчера ко мне подлетел его адвокат вперед всех, предлагал свои услуги. Но я порвала их не в визитку, сказала, что только через суд и больше никак. Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, степень тяжести вреда, причиненного здоровью малыша, и дать оценку действиям лиц, ответственных за содержание и обслуживание указанного жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Рязанский мэр Виталий Артемов сделал заявление в связи с ЧП на Семашко. Он поручил структурным подразделениям администрации города оказать всю необходимую помощь следственным органам при проведении проверок в отношении управляющей компании и предоставить полную информацию по контрольным мероприятиям, а также выявленным нарушениям и принятым мерам. Вообще город испытывает, так сказать, весеннее обострение. Во вторник на улице Горького провалился асфальт. Яма на Горького пробудила действительно горькие воспоминания рязанцев о прошлогоднем провале на соседней Астраханской, как раз на мосту над Лыбецким бульваром. В этот раз 2 апреля, кстати, подвел тоже мост. Журналисты рязанских изданий во всех ракурсах яму фотографировали и снимали до тех пор, пока не приехали дорожники и не засыпали дыру. Дороги наши, понятно, по весне поплывут вместе с ручьями в далекие края. Между тем, их ремонт всегда связан с бюрократическими вопросами, причем невероятными и сложными для человека с обычной логикой. Например, Минтрансрегион официальным письмом предлагает муниципалитетам ускорить работу по оформлению автодорог местного значения в собственность. Сразу скажем, это не дешево. Но без этих затрат вполне можно обойтись. По крайней мере, так на этой неделе заявил в экспресс-интервью нашей программе Касимовский депутат Анатолий Кива. В настоящее время нас заставляют получить дополнительно документы, скажем так, из рехпалаты, из органов технической инвентаризации, которые будут дополнительно подтверждать эти права. Но получается, что мы затратим огромные деньги на это. Вот сколько он на Касимову уйдет? В частности, по Касимову посчитали, оказалось, что, чтобы получить вот эти дополнительные документы, нужно затратить 2 миллиона рублей. при том, что сам дорожный фонд Касимова на 2013 год составляет всего лишь порядка 70 тысяч рублей. Ну, вот насколько я понимаю, насколько я понимаю, так зрители наши тоже понимают, то, что вам предлагают, ну, муниципалитетам, вернее, оформить бумаги, которые, ну, не нужны теоретически, на них потратить какие-то огромные деньги, вместо того, чтобы направить эти деньги, ну, хотя бы на тот же ремонт дорог у нас так вот... Ну, совершенно верно. Получается, что мы должны затратить только по Касимову 2 миллиона рублей. По всей области эта цифра вырастет в разы. Там, да. И прибавится там еще несколько нулей к ней. При том, что в силу закона эти дороги, они и так являются муниципальной собственностью. Вместо того, чтобы заниматься прямыми обязанностями ремонтировать дороги, которые находятся в плачевном состоянии в Рязанской области, мы занимаемся тратой вот этих денег, изыскиваемых, которые не заложены в бюджете, на то, чтобы получить дополнительные бумаги. И, по сути, вот это управленческое решение, оно никак не соотносится с требованием законодательства о эффективности расходований бюджетных средств. Любая трата должна оцениваться с учетом ее эффективности. Если это не происходит, если не создан механизм, то это очень печально. Возмущение недели, причем на самом высоком уровне, вызвал проект по возрождению Турлатовского полигона ядовитых отходов. Во вторник на заседании регионального правительства рязанский губернатор сказал свое резкое против по поводу дурно пахнущей бизнес-идеи. Владельцы свалки готовы опять гостеприимно открыть Рязань для захоронения опасных отходов. Вопрос должен решаться на публичных слушаниях. Интересно, какие аргументы приведут собственники, чтобы уговорить народ на свалочное добро. Хотя, наверное, какие-то ходы уже просчитаны. Я вообще считаю, даже рассмотрение вопроса о размещении такой свалки является нарушением закона. Потому что закон однозначно говорит, что запрещается размещение свалок опасных отходов вблизи населенных пунктов. Вот это слово «вблизи» пытаются трактовать так, что вблизи нельзя, а в населенном пункте можно. Те, кто пытается это реализовать. Поэтому окончательно решение по этому вопросу будет принимать Росприроднадзор. Поэтому общественное слушание необходимо провести. Нужно привлечь туда экологические организации, общественность. Нужно Минприроды там активно принять участие. С тем, чтобы на общественных слушаниях позиция горожан была выражена. Мы боремся за экологию. Она должна четко, ясно и понятно быть выражена. Турлатова вообще не слишком счастливая страна в плане экологической обстановки. Как, впрочем, и весь Южный промузел Рязани. Как тут не вспомнить жутковатую находку, сделанную в прошлом мае на одном из здешних предприятий. При проведении очистных работ природа явила людям вот этого монстра, созданного, по-видимому, не без участия заводских промоотходов. Опубликованные снимки были изданием «Семьинфо». А вот фрагмент видео из блога Дмитрия Медведева. Как раз по поводу того, почему все так мутно в России с точки зрения природоохраны. Особое внимание мы уделяем ликвидации накопленного экологического ущерба и созданию современной системы переработки отходов. В этом смысле мы находимся только в начале пути. Накопленный за предыдущий, так называемый, советский период, ущерб был весьма и весьма значителен. Мы работаем здесь, опираясь на механизмы частного государственного партнерства. И считаем, что участие граждан, неправительственных организаций в этом процессе является одним из принципов работы власти на всех уровнях. Надо добавить, что на сайте экологического Рязанского альянса уже начат сбор подписей против размещения в Турлатово отходов первого-четвертого класса опасности. В ближайший понедельник мы рассчитываем рассказать об этом подробнее. И еще о Турлатовских бедах. Здесь по-прежнему сложная обстановка с питьевой водой. Народ все чаще начинает обращаться в суд для того, чтобы отстоять свое законное и простое право на чистую воду и собственное здоровье. Из Турлатова привезла специальный репортаж Леонора Меенкова. Всплывающий мусор и разлив талых вод в поселке Турлатова пугает случайных гостей каждую весну. Но мало кто знает, настоящая проблема с водой не здесь, на улицах и дорогах, а в самих домах. Вот вчера я налила для цветов. Вот видите уже какой осадок. Желтый. А если побольше постоит, ну вот если эту бутылку использовать почаще, то будет вообще вся ржавая. Они уже и не помнят, когда из крана шла чистая вода. Как по волшебству, та меняет свой цвет в течение дня. Вот она сразу желтеет. Вот заберешь из нее, она сразу желтеет. В Рязанскую организацию защиты прав потребителей постоянно приходят жалобы из этих домов. Действительно, в нашей организации были обращения от жителей деревни Турлатова. Они страдают от некачественной воды, которую поставляет им ответчик. У них провоцируются определенные болезни. Это кожные заболевания, сухость во рту, кишечные расстройства. И в данном случае жители деревни Турлатова имеют право на компенсацию морального вреда, а также перерасчет услуг за холодное водоснабжение, которое поставляет им ответчик. Однако, кроме Галины Васильевны, неравнодушных жильцов мы здесь больше не нашли. Несколько раз перед нашим носом закрывали дверь. А в итоге вовсе сказали, где вы были в 91-м. Тогда нужно было решать этот вопрос. Очень запах плохой. Такой тухлый. За долгие годы с ржавой водой жители по-своему приспособились. Кто-то заказывает воду из Рязани, кто-то возит ее из родника, а кто-то ходит в гости к Анатолию Константиновичу. А у нас колодец отлично. У нас полтурлатова ходит за водой. Колонки, конечно, у меня нету, а колодец у меня вот такая вода. Между тем, вода давно стала хорошим бизнесом. В конце января этого года было возбуждено уголовное дело по незаконной добыче подземных вод из артезианских скважин. При этом реализовывались они по сетям централизованного водоснабжения в мурминском сельском поселении. А подозреваемым по делу проходил и вовсе депутат Рязанской районной думы. Как говорится, попытка не пытка, а спрос не беда. Если у народа горе, почему бы не сделать на этом деньги? Сумма денежных средств, которая поступила на счет коммерческой организации с мая 2010 года по декабрь 2012 года, введя оплаты за поставленную воду, составила более 8 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Сторона защиты, не согласившись с данным решением, направила в Рязанский районный суд жалобу о признании незаконным постановление о возбуждении уголовного дела. В ходе судебного заседания, рассматривая жалобу адвоката, суд пришел к выводу, что для вынесения данного постановления у следствия имелись законный повод и основания. В этой связи жалоба адвоката осталась без удовлетворения. Расследование уголовного дела продолжается. Напомню, в эфире телекомпания «Город» вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить с итоги недели». Некоторые темы ее второй части. Строительство или беспредел? В Рязани продолжается весеннее обострение в отношениях застройщиков и вкладчиков. Мисс очарования в местах отдаленных. В Львовской колонии состоялся конкурс красоты. Библионочь. И с чем ее читать? Две недели Рязань будет готовиться к неординарному событию. Продолжаем программу. На этой неделе громко говорили опять на самом высоком уровне о строительном беспределе, процветающем в Рязани. Люди самой мирной профессии в рядовом своем составе давно уж имеют отнюдь не славянскую внешность, а их прорабы и начальники, которых в прошлые времена иногда журили как пройдох, обернулись влиятельными бизнесменами и депутатами. А депутатом у нас в стране давно уж называют не того, кто законы пишет, а того, для кого закон не писан. Только в начале апреля к нам дважды обращались дольщики, которые очень опасаются получить к своему статусу определение «обманутые». В программе обзорный материал Глеба Галушкина о строительных делах в Рязани, которые более-менее сведущего человека попросту ужасают. Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Вознесенской и Урицкого построен более двух лет назад. К нему подведены все коммуникации. Однако все это время хозяева квартир не могут оформить право собственности на свое жилье из-за того, что застройщик никак не может сдать данный дом. В 2011 году этот дом был окончательно недостроен, на наш взгляд. Но тем не менее, неизвестные лица и неизвестные организации препятствуют тому, чтобы жильцы наконец законно вступили в свои права и прописались здесь. То есть большинство жителей этого дома, они здесь и проживают, они здесь обитают. И фактически, что это происходит, ну не совсем законно. Почему дом до сих пор не сдается, жители не понимают. По всей видимости, они стали заложниками конфликта между застройщиком и городскими чиновниками от строительства, которые отказываются принимать данный дом. Вот хотелось бы, чтобы и городские инстанции, и власти города посодействовали нам в этом, и чтобы мы наконец жили спокойно и счастливо. Сейчас жильцы намерены обращаться с исками на застройщика в суд. Трудности с новосельем возникли и у жителей дома по улице Грибоедова. Здесь проблема, по их словам, также в нерадивом застройщике. Ведь срок разрешения на строительство этой многоэтажки закончилась еще в 2004 году, а также не выкуплена земля под зданием. Фактически, это самострой. А потому люди опасаются повторения сценария обманутых дольщиков из Каймановского дома на улице Шевченко. Наши договора об участии в долевом строительстве, они не прошли регистрацию в органах Росреестра. И у нас такие подозрения и сомнения, что на наши квартиры есть и вторые, и третьи покупатели. Сейчас жители подали коллективные заявления на своего застройщиков правоохранительные органы. Впрочем, в Рязани происходят вопиющие нарушения и при строительстве коммерческих зданий. Например, на улице Станкозаводской в Канищево изначально земля отводилась для постройки на ней спортивных сооружений. Однако жители микрорайона почувствовали неладное, когда спорткомплекс приобрел явные и весьма характерные черты очередного торгового центра. Причем на фасаде здания висит здоровенный баннер с предложением продажи и аренды площадей. На этой неделе призвал навести порядок в строительстве и губернатор Олег Ковалев. Выделяется земельный участок под какой-то объект. Значит, копается, будем говорить так, траншея, бросается несколько фундаментных блоков. Каким-то образом БТИ регистрирует как объект. Собственник этого объекта, естественно, получает право на приватизацию земли. И в результате вместо спортивного сооружения там вырастает торговый центр. Это не единичный случай. Это была для Рязани система. Этой системы не будет. Однако, похоже, что даже несмотря на такой гневный окрик руководителя области, ситуация со строительством в Рязани быстро вряд ли изменится. Строительное лобби весьма сильно в местных органах как законодательной, так и исполнительной власти. Например, в Комитете по муниципальной собственности Рязанской гордумы, который как раз и занимается вопросами землепользования и застройки, состоят почти две трети всех депутатов. Вот и проталкивают строители свои идеи среди чиновников и о повышенной этажности домов, и о вырубке зеленых зон, да и просто о хаотичной застройке Рязани. Пока получается, что интересы стройбизнеса важнее интересов горожан. На этой неделе организаторы проекта «Библионочь» пригласили посредством программы нашей телекомпании «Семь минут» всех рязанцев поучаствовать в любопытном проекте. Все состоится 19 апреля в библиотеке имени Горького. Начнется «Библионочь» с вечера в 19.00, а финиширует ровно в полночь. Кстати, сценарий «Ночи» будет выписан по мотивам книги, выбранной самими рязанцами. Сейчас всероссийская акция, все регионы страны уже присоединились к ней, и в одной только столице более 30 библиотек участвуют. Да, это действительно так. В этом году даже акция получила международный акцент. В библиотеке Скандинавии присоединились к этой акции. В акции участвуют более 475 библиотек разного уровня, от самых больших до самых маленьких. В Рязани в этом году в этой акции принимают участие две библиотеки – библиотека Горького и областная детская библиотека. В том году акция была посвящена жанру фэнтези и фантастики. А в этом году по желанию наших посетителей нашей библионочи акция будет посвящена произведению английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Что будет конкретно в этой ночи в библиотеке? В этой ночи в библиотеке разработаны различные площадки, их достаточно много. Это и литературные викторины, и литературные квесты, лингвистические игры – это и английская площадка «Англосаксонский гонец», и музыкальная постановка «Кто в зазеркалье», и театрализованная постановка от театра «Переход» «Чаю шляпника». Также это и концерт от наших рязанских групп. У нас будет принимать участие группа «Нима Проджект» и «Человек». Также запланировано светодиодное шоу от театра «Огня» «Флэймарта». Много-много всяких сюрпризов. И наши посетители, жители города могут принять уже сейчас участие в конкурсе «Шляпных дел мастер», в который всю работу можно принести в библиотеку до 15 апреля. И на ночь в библиотеке состоится подведение итогов, и победитель получит призы. Далее о проекте, который уже состоялся и вызвал, как говорится, широкий интерес в узких кругах. Наша автор Олеся Харлина привезла репортаж с конкурса красоты из Льговской воспитательной колонии. Назывался он «Мисс очарования» и проходил весьма любопытно. Феерично, эмоционально, изящно. В общем, все как тому положено быть на турнире «Красавец». Недоступная красота, таинственная мисс, красотки за решеткой. Как только не называют участниц ежегодного конкурса «Мисс очарования», который вот уже в 15-й раз проводится на сцене ДК Льговской воспитательной колонии. Журналисты это мероприятие недолюбливают. Еще бы! Крупно не снимать, вопросов не задавать, имен не озвучивать. Только четырем из шести конкурсанток есть 18. А ведь рассказать и правда есть о чем. Это сегодня в костюмах древнегреческих и восточнославянских богинь они несут только мир, плодородие и добро. И будто не было страшного прошлого, которое привело юных и стройных девчат за решетку. В руках кружились миссии, а потом возникли образы, знакомые как будто. Оттенки радуги и бабочка с трубком. И девушка, похожая на чудо. В старину таких справедливо назвали бы рукодельницами. Они сами придумывают образ, шьют свои нарядные платья, готовят творческие номера и рукотворные картины. Маленькие мисс терпеливо находят применение краскам, бисеру, крупе и лоскутам. Видимо, там, на воле, никому не было дела до их способностей. Об этом тоже не принято говорить, но большинство несовершеннолетних заключенных начинают сразу с серьезной статьи. И часто просто по глупости. Кукольные лица и яркие наряды в этом году оценивали настоящие мэтры. В первую очередь, известный театральный режиссер Вячеслав Списивцев. Он, кстати, отметил, что одну из участниц прямо сейчас пригласил бы на курс. Если бы не уголовный срок. А если говорить о мастерстве, то тут, наверное, все-таки есть разница. Более или менее раскрепощены, когда, допустим, одни и менее другие. А вот победительницу, к сожалению, показать нельзя в силу возраста. В этом году прессу вообще не допустили к интервью с участницами. С кучей подарков и цветов богини тихо спустились с Олимпа и снова вернулись на бренную землю. Считать дни до свободы. Далее два объявления в нашем эфире. Следователи просят откликнуться очевидцев совершенно дикого проявления менталитета рязанских хамов. Причем начиналось все чуть ли не героически. В снегопад водители старались помочь сбуксовавшим товарищем по несчастью. В московском округе такая помощь по-рязански завершилась прямо по Достоевскому. Одна машина вытаскивалась из сугроба, другую. Вдруг водители почему-то поссорились. Тут же добрые чувства отступили, а темные силы восторжествовали. Началась драка, один человек погиб. Расследуется уголовное дело по факту убийства одного из граждан города Рязани, произошедшего в московском районе города Рязани. Данное убийство до настоящего времени является нераскрытым. В связи с чем мы просим граждан, которые являлись очевидцами событий, которые происходили 10 января 2013 года около 20 часов в районе дома 37 по улице Энгельса города Рязани, и которые помогали участвовать в, фактически, там произошло дорожно-транспортное происшествие, и некоторые люди помогали вытаскивать машину. Вот. Эта машина у нас является ВАЗ-2105 или 07 красного цвета. Всех, кто что-либо знает об этом, просим сообщить в московский МСО город Рязань по телефону 76 46 14 или по телефону 02. Еще одному водителю-рязанцу не повезло на наших дорогах. В конце марта на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград средь бела дня у тяжелой фуры отказали тормоза. Тяжелейший удар пришелся в автомобиль, в котором находился 26-летний рязанец Андрей Лестев. Молодой водитель получил сильнейшую травму. А как все мы знаем, наша бесплатная медицина чаще всего требует от больного громадные деньги, несовместимые со среднестатистическим семейным бюджетом. Поэтому родные Андрея просят о помощи. Кто может хотя бы как-то его поддержать, позвоните его маме Людмиле Ванифатевне по телефону 8 904 752 3726. Люди будут очень благодарны. На сегодня все. Увидимся вновь в понедельник вечером в программе «Время говорить». Хороших всем выходных и доброго продолжения весны. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова